Приветствую вас! Я думаю, что у вас есть три варианта решения данной проблемы. Первый вариант решения данной проблемы это отказаться от своих религиозных взглядов, которые вам только вредят, судя по всему, потому что это очень вредно для организма вашего, то, что вы делаете. Вот, значит, ни одна религия не позволяет человеку вредить себе. В данном случае можно говорить о том, что вред как таковой вам есть, и вам есть вред, на мой взгляд, совершенно прямой, совершенно очевидный, вот, и это в свою очередь демонстрирует тот факт, что куда-то вы движетесь немножечко не в том направлении, не туда вы движетесь, я бы сказал. Существует еще вариант решения проблемы это коррекция вашего сексуального поведения, то есть, значит, ну допустим, запрещает религия, к примеру, вам заниматься сексом, да, ну так она запрещает заниматься сексом классическим, а не классическим сексом. Как бы религией заниматься совершенно точно не запрещает, вот, поэтому не очень понятно, почему мужчина ваш не может доставить вам удовольствие, либо каким-то другим способом, да, вот, ну не обязательно способ, классический, вот, значит, это такой вариант. Либо, либо, либо третий вариант, это вариант, а, самостоятельно, вместо молодым человеком, не дожидаясь разрешения родителей общения, почему вы прислушиваетесь к своим родителям, в том, что касается вашего брака, вот, к чему вы прислушивались к своим родителям, вот, в том, что касается вашего брака, брака, вот, самостоятельно взять и пожениться, вот, то есть, как бы, не дожидать того, что родители ваши дадут свое согласие, да, то есть, они, образно-образно говоря, его, это самое согласие дать вам, как бы, не дадут там, что-то в вашей жизни, и только вам решать, как вы, собственно, свою жизнь будете, ну, проживать, только вам это решать, поэтому, как бы, опять же, я уверен, что ни одна религия, вот, в своем глубинном понимании, вот, не позволит родителям как-то, вот, вредить вашим чувствам, вашим эмоциям, вашему счастью, потому что религия, все-таки, она призвана делать человека счастливым, ну, любая религия, да, призвана делать человека счастливым, вот, поэтому, тут, на мой взгляд, такая вот история, такой момент, вот, такие вот три выхода из ситуации, но ключевой аспект, мне кажется, заключается, не в том, что есть какая-то безвыходная ситуация и так далее, ключевой момент заключается в том, что вы изначально заняли позицию жертву, позицию безответственности, вот, и позиция безответственности никак, ни в коем случае не, нельзя оправдывать религией или родителями, то есть, вы, если хотите секс, секса, то нужно, брать, делать свои рубки, и заниматься сексом, если хотите религии, да, то есть, если вы считаете, что, ну, религия, там, религиозные нормы, догмы, заповеди и прочее, то нужно, соответственно, действовать в этом направлении. И все. Как бы, других вариантов здесь, в принципе, быть не может. А вы и не туда, и не сюда. Вы и не в ту сторону, и не в другую. Знаете, вот это вот жертвенная позиция, связанная с тем, что у вас стритарные родители, которые вам не позволяют самостоятельно обещать, может, ну, самостоятельно отвечать за свою жизнь, вам не позволяя. Вот. Это вот вам очень сильно по итогу все мешает. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно выходить из позиции жертвы, и уже самостоятельно, самостоятельно, значит, отвечать за то, что с вами происходит. То есть, если, к примеру, к примеру, для вас важен секс, нужно и заниматься, потому что это, как бы, потребность для человека естественная. Если вы считаете, что вам нужно пожениться хорошо, родители против брака не могут быть. Вот. Ну, то есть, они не могут повлиять на ваше желание пожениться. Вот. Складывается впечатление такое, просто, что вы, как будто бы, делаете все для того, чтобы у вас, как такового, не было, но секса не было. Вот. Такое впечатление. У меня. По крайней мере. Я понимаю, что это, скорее всего, не так. Я понимаю, что, скорее всего, ситуация совсем, ну, другая, и что в действительности вам, там, значит, вот, ну, что в действительности, чего-то другого, что в действительности ситуация иная. Вот. Но складывается такое впечатление. Понимаете? Вот складывается такое впечатление. И никуда по этому не деться. Поэтому вам нужно сделать выбор. Вам нужно сделать выбор. Необходимо сделать выбор вам в пользу чего-то. то есть, либо вы делаете выбор в пользу религий, и это одно, либо вы делаете выбор в пользу свободы и секса, и это другое. Вот. Понимаете? И вместе с молодым человеком следует, значит, правилам. Вот. На богатство молодой человек просто производит впечатление от такого же, как и вы, стыдливой личности, которые не туда и, в общем, не туда и не всегда. Вот. Ну, это, мягко говоря, не серьезно. Вот. Ну, как бы, как бы для, значит, для взрослых людей это не позиция. Для взрослых людей это не позиция. Вот. Давайте я, сейчас еще раз, пройдусь по вашему тексту, да, чтобы лучше понимать. Значит, э-э-э-э. Мои парни, меня там наклонилось полтора года назад. Прелигиозная причина, блин, эта свадьба была недопустима. Ну, вот. Да. Ну, удовлетворение все равно вы могли получать. То есть, как бы, вот. Э-э-э. Сначала, значит, ну, он, сначала был человек нерелигиозный, допускал некоторые вольницы, но в детстве меня поклялся не решать. То есть, допускал некоторые вольницы нерелигиозные, да, то есть, решил выбирать религиозную девушку тогда. Вот. Ага, значит, поклялся не решать. То есть, это, ну, тоже как-то клятвы, это, ну, это немножечко странно. Э-э-э, вебра исходила спонтанная, долгие, взрослые поцелуи, потом дальше больше, и в итоге наступал эпичный финал, и я, в ужасном, возбуждение осталось нечем. Ну, как-то, как минимум, человек, мне кажется, весь очень эгоистично поступает, поступал, точнее. Потому что, опять же, повторю, для организма очень вредно, то есть, что вы делаете. Правда, ничего с тем, понятно, почему вы не могли себя, как бы, сами довести до логичного конца, да, то есть, что могут удовлетворить, тут очень непонятный момент. Э-э, что-то происходило между нами давило на моё религиозное сознание, мне было плохо, потому что я позволял себе всё это. То есть, тут вопросы совести, муки совести, да, но вы же там хотите, так что, может быть, плохо в том, что вы хотите, с точки зрения религии. Вот. Э-э, грязным религия секс, по-моему, не считает. Вот. Видел, держился, было сложно. Ну, это, опять же, не постановка вопроса взрослого человека, если ты выбираешь религиозную девочку, ты должен держаться. Всё это, вроде как, должно радовать, значит, когда мой возлюбленный тоже стал верующим, и мы вместе начали бороться с нашей общей страсти, это меня порадовало, бороться с нашей общей страсти, бороться с естественным, бороться с естественными желаниями. То есть, у вас, вы правда считаете, что с ними нужно бороться? Всё это, вроде как, должно радовать, Al2-2 было. Я закончился школу и должны были пожениться, но надо ещё нормальную сексуальную жизнь, родители, конечно же, были против брака. А почему, конечно же, против брака, и какое вообще им дело до этого? И вот в этом непонятном состоянии недолюбовников мы находимся уже год. Это зависит напрямую от вас. Маша, то есть, в состоянии недолюбовников, вы находитесь только из-за, опять же, своего выбора, своей ответственности. То есть, вы, в принципе, с ним расстаться можете, он может расстаться, но никто ничего не делает, да, то есть, никто не принимает решения никаких. А дальше, значит, самое обидное, он кончает, я нет, при этом хочется мне его немоверно, а он меня сторонится по всей верной причине. Вот странно, получать удовольствие он, значит, может, это религия не запрещает, а она сторонится, запрещает. Удобно, а самое главное, поймите, какая выгода в итоге, что мужчина получает свое, а вы нет. Любовь ли это? Большой вопрос. Так, теперь я даже крошек со стола не получаю. Но тут угадывается ваша низкая цена оценка, заниженная. Так это все надоело, хочется нормальных отношений, его мне хочется. Ну так и делайте что-то для этого. Чем-то придется пожертвовать либо религии, либо нормальными сексуальными отношениями, либо мнением родителей. Не бывает, чтобы все было идеальным. К сожалению. Иногда чувства в нем берут свое, он быстро кончает, ложится спать на пол. Почему на пол-то? Идиот. Вы его здесь унижаете. Я ненавидя весь этот мир, пишу каким-то непонятным людям о том, как я хочу заниматься любовью. Почему мы ненавидяем мир, почему непонятные люди, если мы психологи. Я терплю, чем-то дорогие. Это ваш выбор. Не считая того, что у меня секса как такового не было, одни сурогатства, да их теперь нет, потому что мой парень меня боится даже поцеловать. Так вопрос. А в чем, в чем вопрос? Не очень понял. Как бы, опять же, это ваш выбор, что сурогатство. Совершенно не понятно, почему вы не можете использовать другие виды секса. Это ужасно. Да, вы играете в игру, разве это не ужасно? Которую разыгрывать жертву, прочитайте про эту игру. Разве это не ужасно? Я чувствую себя змеем-искусителем. Нет, вы сами тебя так видите, потому что вы считаете, что секс запишу. На самом деле, религия запрещает, насколько я помню, блудство. Блудство. Блуд. Вот. Блуд религия запрещает. Если вы своим молодым человеком друг друга любите, если вы любите друг друга, то мне кажется, что блудом это, в принципе, являться не может, а значит, все в общем и целом все в порядке. Вот. Но вы же почему-то эти вещи путаете. То есть вы, к сожалению, вот тут вот, скорее всего, религиозно неграмотные. Мне просто хочется любви, раствориться любимым человеком полностью, без воззрения секса. Молодого человека, это его ответственность. Ему тоже нужны ответственный контакт с помощью психолога. Дальше. Так. Это возможность для нас только после свадьбы. Нет, это возможность когда угодно, созаимственно от вас. Когда это будет, зависит опять же от вас. Родители брать в брак. Ага. Вообще родители здесь ни при чем. Учись голубанам он верит, почему долбаный. Ездить в раз в две недели к нему в город, сломать оттуда. Значит, расстояние давит. Учеба, непонимание родителей. Свадьба неизвестна когда и моя совесть не дает мне покоя, потому что вечно хочу секса, мне этого не хватает. Знаете, мне кажется, что дело здесь не совсем в сексе. Мне кажется, что дело здесь в том числе, в том числе, в том, что секс для вас означает что-то запретное и что-то свободное. Вот что мне кажется. Только я не думаю, что здесь только делаем секса. Слишком сильно вы на нем делаете акции. Слишком сильно. Дальше. Уже неврозы начались с депрессией. Вы себе диагноз поставили? Невроз, депрессия. Он меня поцелуют, обнимет поздним вечером на кровати. Я все горю, меня на ночь астерверт. Бывает вержица, тяжело плачь. Бывает нет, тоже плачь. Это и есть позиция жертв. Я не знаю, что мне делать. А чтобы что? Определитесь, что делать, чтобы что? Ну, многие люди испытывают искушение перед соблазнами, перед тем же сексуальным увлечением. Это религия, не вера, молитва, общение со священниками, людям помогает. Вот. Физический труд людям помогает, осталось людям помогает. Вот. Если вы все-таки живы считаете, что ваши чувства, ваши эмоции, ваши желания нереальны, а религия нереальна. Потому что все-таки делать выбор в пользу желания, а религия, значит, не ваша. Вот. Потому что она доводит вас до болезни, а это значит, что вы не верующие. По крайней мере, мне непонятно, почему нужно быть столь ортодоксальной верующей. Скажем так. Вот. То есть, у вас юнический максимализм здесь присутствует, мне кажется. будет. Дальше, значит, ну и соответственно, вы пишете, решил написать вам, может поможет. Просто от того, что вы написали, вам не поможет. Просто. Если. Тут нужна работа. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.